Тюменская область После того специалисты утвердили карту патрулирования и соответствующие маршруты. В распоряжении пожарных воздушные суда с водосливными устройствами время аренды специализированной авиации увеличено на 165 часов. В регионе проведены дополнительные мероприятия. Увеличена группировка парашютно-десантной службы авиабазы на 102 человека. В связи с увеличением федерального финансирования не допущено снижение регионального финансирования. Сумма средств 155 миллионов. Это было поручение Абрамщенко Виктории Валерьевны, чтобы не было снижения региональных средств. Те региональные средства у нас предусмотрены в резервном фонде. Администрация Сургутского района будет сдавать в аренду землю за 1 рубль в год. Причем речь идет об оплате не за один квадратный метр, а за весь земельный участок. Уникальным предложением могут воспользоваться концессионеры. Мера поддержки предполагается тем застройщикам, кто возводит социальные объекты. Отмечу, что в данный момент в самом крупном муниципалитете Югры по концессии возводят школы в Солнечном и Нижнесартымском. Также в этом году планируют заключить подобные соглашения на строительство соцобъектов в Русскинской и Угуте. Как журналистам телекомпании Югра сообщили в администрации Сургутского района, рублевая стоимость аренды это взаимовыгодное предложение. Таким образом подрядчики сэкономят на аренде земли, а муниципалитет получит уверенность в завершении строительства. По арендной плате ранее был установлен коэффициент 0,087, то есть практически 0,01%. От кадастровой стоимости, в настоящий момент стоимость арендной платы в год будет составлять 1 рубль. Также будет полностью исключено на исчисление штрафов и пене по данным договорам. Житель Югры за год задолжал своим детям почти полмиллиона рублей. Мужчина скрывался от судебных приставов и не платил алименты, хотя ежемесячно должен был перечислять деньги на содержание двоих несовершеннолетних детей. Отделению судебных приставов по городу Покачи удалось установить счета должника и взыскать большую часть алиментов – 340 тысяч рублей. Стоит отметить, что сбережения должник хранил в валюте. Производство не окончено. Мужчина будет находиться в поле зрения службы до последнего погашения задолженности. Югорчане могут проголосовать за лучшие проекты благоустройства. На сайте загородсреда.ру началось онлайн-голосование. Оно продлится до 30 мая. На сайте представлено 54 югорских проекта из 17 городов. Это самые разные территории – спортивные площадки, прогулочные зоны, набережные и парки. Добавлю, главная цель голосования в том, чтобы дать людям возможность самим определить, какие объекты благоустройства должны быть отремонтированы в первую очередь. В прошлом году в подобном голосовании приняли участие более 110 тысяч югорчан. Те проекты, которые получили одобрение жителей региона, начнут реализовывать уже в этом году. Я бы сказал, что любой объект благоустройства – это объект притяжения. То есть вам понятийно хочется идти туда, гулять с ребятишками, играть в какие-то игры. При этом вам это хочется делать не только в период, когда лето, как там может быть солно, когда хорошая погода, но и зимой. Потому что адекватно мы 9 месяцев фактически у нас проходит отопительный сезон. То есть на что я хотел обратить внимание? То есть та территория, которая благоустроена, она должна использоваться круглогодично. Очень много критериев в дальнейших. Это в первую очередь эксклюзивность. То есть она должна быть доступна. 22 апреля Наталья Комарова проведет прямую линию с жителями Нижневартовска. Губернатор обсудит вместе с вартовчанами исполнение принятых решений, реализацию различных жилищных, коммунальных и социальных программ, а также поддержку малого и среднего предпринимательства. Помимо этого жители города смогут задать все интересующие их вопросы в соцсетях главы региона. Добавлю, что трансляция пройдет в аккаунтах губернатора и в группе региона Югра во Вконтакте. В Югре нуждающиеся семьи будут получать ежемесячные выплаты. Сегодня соответствующий закон заочно приняли депутаты окружного парламента. Социальная поддержка распространяется на семьи с детьми от 8 до 17 лет. При этом доход семьи на одного человека не должен превышать прожиточный минимум. Сама выплата будет назначаться раз в год. Первые зачисления придут сразу за два месяца, апрель и май. Суммы варьируются от 8,5 до почти 17 тысяч рублей. В зависимости от доходов семьи. Отмечу, в следующем году получателям вновь можно будет обратиться за выплатой в МФЦ, либо на портал госуслуг. Я считаю, что это очень серьезная мера поддержки. В нее вкладываются очень серьезные окружные деньги, федеральные деньги. Это делается на условиях софинансирования. Заработает эта мера уже начиная с апреля месяца. И если говорить о количестве, об охвате детей, которые получат такую дополнительную помощь государству, это по нашим подсчетам порядка 45 тысяч югорчан. Олимпийский чемпион Сергей Устюгов стал отцом во второй раз. У прославленного лыжника появился сын. На днях югорчанин вместе с супругой пришли в отделение ЗАГС, чтобы получить первый документ малыша, свидетельство о рождении. Вместе с бумагой Устюговы получили и подарок – расту в Югре. Подарок от округа для новорожденных состоит из мультикарты номиналом 20 тысяч рублей и деревянной шкатулки для памятных вещей. С начала года такой набор уже вручили 4,5 тысячам югорских семей. Напомню, чтобы получить подарок и расту в Югре, не надо дополнительно писать заявление. Его выдают в отделении ЗАГС при получении свидетельства о рождении. С 1 января 2020 года в Фантоматийском автономном мастер-карте, вы посмотрите, он представляет собой пластиковую сезонцентную карту с QR-кодом. При активации этой карты на счет одного из родителей поступает в денежные средства в размере 20 тысяч рублей. Вот эта карта. В Нефтьюганске пенсионерка из Луганской области получила удостоверение о временном убежище. Так Виктория Монакова сможет находиться в России один год. За это время она планирует получить местное гражданство. В Югре у женщины дочери, которой много лет предлагали ей переехать. К слову, пенсионерка стала второй жительницей Украины, которая решила оформить удостоверение на временное убежище в Нефтьюганске. Вскоре документ получит еще одна мама с тремя детьми. Отмечу, муниципалитет в качестве убежища выбрали 15 человек. Семь из них – дети. Данные иностранные граждане прибывают на территории Российской Федерации согласно миграционного учета. То есть им предоставлено 90 суток для пребывания на территории Российской Федерации. В указанный срок иностранные граждане при желании имеют право обратиться за предоставлением временного убежища, за приобретением гражданства, за получением разрешения на временное проживание, либо вида на жительство. Информация о том, что российские войска выдают гуманитарную помощь только тем жителям Мариуполя, которые участвуют в работах по уборке улиц – фейк. Ложное сообщение разместил в интернете советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Портал «войнасфейками.рф» опубликовал опровержение. Цитирую. «Еду и гуманитарную помощь в Мариуполе раздают бесплатно всем жителям. Это видно на многочисленных видео. Сейчас в Мариуполе действует три пункта выдачи гуманитарки. Посылки доставляют белые КАМАЗы Минобороны России». Конец цитаты. Молодым югорчанам дали слово. 174 предложения поступило на краудсорсинг-проект «Слово молодым». Прием заявок завершился накануне. Самыми популярными стали три площадки «Что хочу, то и делаю», «Я все могу» и «Хочу поддержку». Среди идей, которые предложили участники, есть и образовательные, и культурные, и социальные проекты. Например, создание клубов по интересам, работа с одаренными югорчанами, и помощь в решении жилищных проблем. Напомню, все отобранные идеи будут предложены для включения в план мероприятий по развитию молодежной политики в регионе. Егорские вокалисты, художники и танцоры выступят на 21-х молодежных дельфийских играх в России. В делегацию нашего региона вошли 25 человек. Молодые деятели искусства покажут свое мастерство в трех номинациях. Изобразительное искусство, эстрадное пение и современная хореография. Пройдут игры в Красноярске 22 по 27 апреля. Они являются отборочным этапом для молодежных дельфийских игр государств-участников СНГ. Югорчан приглашают поучаствовать в международном фестивале социальной рекламы и коммуникации «Лайм». Он является платформой для самовыражения режиссеров, дизайнеров и художников. Авторы через свое творчество раскрывают проблемы семьи и детей, волонтерства, здоровья и спорта, профилактики ВИЧ, наркомании и курения. В этом году победители определят 21 номинации. Отправить свои рекламные материалы можно до 20 апреля. Отмечу информационный партнер мероприятия «Медиахолдинг Югра». Футболисты «Газпром Югры» узнали соперника в раунде «Плей-офф». В четвертьфинале команде из Югорска будет противостоять «Нижегородская торпеда». Команды будут играть до трех побед. Для подопечных Владимира Колесникова серия начнется на выезде, так как соперник по итогам регулярного чемпионата расположился выше в турнирной таблице. В этом сезоне команды сыграли между собой четыре раза. В каждом поединке соперники подарили болельщикам яркие противостояния. Победы, к слову, поделили поровну. Общий счет забитых мячей в этих противостояниях 14-13 в пользу югорской команды. Первые два матча пройдут 27 и 28 апреля. Субтитры создавал DimaTorzok